Привет, с вами DJ Krypton. Не так давно я выполнял коммерческий заказ, для которого в программе Adobe Premiere Pro было создать и, соответственно, экспортировать секвенцию с размерами 1920 на 816 пикселей и с соотношением сторон 2,35 к 1. И в сегодняшнем уроке я расскажу, как создать, а затем правильно экспортировать секвенцию с таким разрешением, с такими размерами. Такое соотношение сторон называется Anamorphic Cinemascope. Оно довольно распространено среди наших новомодных клипмейкеров, и на это есть, конечно же, свои причины. Большое количество фильмов современных, начиная даже с 50-х годов, снимается именно в формате, где соотношение сторон равно 2,35 к 1. Сейчас этот формат также может называться Panavision, это название компании, которая производит кинокамеры, самая, пожалуй, известная компания. В цифровом видео для соотношения сторон 2,35 к 1 используются обычно следующие размеры кадра. 1920 на 816, стандарт, такой скажем. Потом 1920 на 810, хотя это не точное соответствие этому соотношению сторон. И также, если мы хотим немножко меньше сделать разрешение, то можно использовать 1280 на 542. Чтобы создать секвенцию с размерами 1920 на 816, нам необходимо открыть программу Premiere Pro. Создаем новый проект. Выбираем папочку, где будет наш проект сохранен. 1920 на 816. Мы попадаем в окно выбора настроек секвенции. В этих настройках я сейчас выберу DSLR, так как хочу использовать для данного проекта файл, снятый на мой фотоаппарат, с частотой кадров съемки в 30 кадров в секунду. Поэтому я выбираю DSLR 1080p 30 кадров. Название секвенции пишем, например, 1920 на 816. И переходим во вкладку Settings. В этой вкладке выбираем Editing Mode DSLR, в данном случае Time Base 30 кадров в секунду. Вот самое главное, это размер кадра. Пишем 1920 на 816. Pixel Aspect Ratio должно быть Square Pixels 1.0. Это важно. Fields. Следующий пункт No Fields. Progressive Scan. Display Format 30 кадров в секунду. Time Code 30 кадров в секунду. Для аудио мы используем 48. В принципе, данным нам сейчас не важно. Когда мы произвели все настройки, мы можем сохранить пресет. И в следующий раз, когда мы заходим создать проект с этими же настройками, мы можем воспользоваться этим пресетом без проблем. Пишем теперь 1920 на 816. Пишем сюда также 30 кадров в секунду. И теперь у нас в кастом пресетах сохранились наши настройки. Мы можем всегда их вызвать очень быстро и безболезненно. И говорим окей. Мы видим, что созданная нами секвенция имеет размер 1920 на 816. Мы можем еще раз это проверить. Конечно же, лучше сразу задавать правильные значения, потому что потом, в отличие от программы, например, After Effects, мы не сможем поменять соотношение сторон и размер для каждой конкретной секвенции в программе Premiere Pro. Говорим окей. Импортируем файл. Ну, например, вот такой вот. Переносим на Timeline. Теперь мы можем уменьшить превьюшку. И видим, что у нас такой вот обрезанный киношный вид приобрела наша секвенция. Допустим, я доволен результатом и хочу экспортировать эту секвенцию с таким разрешением. Для этого нам нужно перейти в меню File, нажать Export Media или нажать Shortcut Control или Command EM. Мы видим, что открылось окно с настройками экспорта. И если мы перейдем во вкладку Output, где будет показан размер кадра и все наши настройки для именно файла, который будет создан, то мы увидим, что у нас есть такие черные полосы, такие letterboxes, которые нам совершенно сейчас не нужны. Мы хотим экспортировать именно с размером 1920 на 816. Поэтому мы немножко изменим настройки. Для экспорта я хочу использовать кодек H.264, который является сейчас де-факто стандартом почти для всех видеосервисов в интернете. И просто он очень удобный, и почти все плееры его берут. Выбираем H.264. Мы, конечно, будем изменять тут все во вкладке Видео. Для начала увеличим левел. Ставим левел 4.2, например. Потому что если у нас левел будет 1, то размер не может быть большим, чем 176, например, и так далее. То есть левел нам нужно установить на значение 4.2. Пишем 1920 на 816. Частота кадров ставим 30. Пишем тут SquarePixels вместо widescreen. И сразу мы видим результат. Наша линейка встала правильно. Ну, в битрейт пишем, допустим, VBR One Pass. Тут пишем 4. И тут пишем 5. Такие настройки рекомендованы для сайта Vimeo. Ну, окей. Для аудио пишем... Так, окей, 320. Все, мы можем экспортировать. Тут есть еще такая галочка. Match Sequence Settings совершенно не всегда работает. Лучше всегда, по моему мнению, устанавливать вручную, потому что иногда нам нужно создать совершенно не компрессированный файл. Иногда нам нужно, наоборот, его зажать только для сети, и других нам исходников не нужно, и так далее. В общем, желательно все делать вручную. Итак, мы приготовили все наши сеттингсы. Также мы можем их сохранить, нажав на кнопочку Save Preset. Ну, и пишем, например, 1920 на 816H264. Сохраняем. Пресет сохранен, и в следующий раз нам не надо будет ничего думать. Просто мы сможем выбрать его из выпадающего списка. Можем посмотреть, что у нас получилось. Вот у нас получился готовый файл, и действительно он сохранился у нас с таким соотношением сторон и с таким размером кадра. Мы можем запросто экспортировать его в таком виде на любой видеохостинг. На этом все. С вами был DJ Krypton, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok